Постоянно дергается Ты что, про меня что ли это? Нет, про себя, блин Как говорится, не прошло и полувека, и ваш путь повернулся Ну что ты, блин, даже не обнимишь одну сестру? Любопечку привет, сладкая Как хорошо встала у вас Сегодня у нас с Колей годовщина Всем привет! Лерочка, ты спишь? Нет Мы едем в аэропорт Встречать Ники Мы вроде бы не опаздываем, едем вовремя Она даже еще не приземлилась Мама когда-то говорила, когда мне тостнее, нужно дышать Да, дыши на землю, смотри А лучше спи, спать ложись Вот, все Настал этот день И сейчас мы уже увидимся Как говорится, разлука была недолгой И границы стираются Что, Слава? Душницы неадекватные Пытаюсь постоянно Постоянно дергается Ты что, про меня, что ли, это? Нет, про себя, блин Я, что ли, дергаюсь Что ты злой-то, а? Ты что рвешь-то? Да от твоих поддергиваний, блин Я тоже начинаю дергать Че врать-то, че врать Все нормально Где-то, когда-то, когда-то встал Лазер-то, встал Они не дергают Соли-то, встал Встал Все подд chip Они не дергают Они не дергают Теперь они не дергают Они не дергают Здравствуйте! Давай, давай. Так, ноутбук нужно взять. Стой, 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 стой! Это самое драгоценное. Ну давай, садись тогда. Что-то здесь холодно, так ветер дует. Кстати, не очень холодно. Привет! Твоя подушка? Я взяла синюю. Она всё время спрашивает про подушку какую-то. Ну не убежайся. Я тебе новую куплю здесь. Хорошо? Чтобы ты когда полетела в Москву, через там сколько, месяц, ты могла взять новую подушку. Что, замерзла? Согласна на новую? Успели мы за пять минут? Коля всё переживала. Здесь пять минут можно стоять вот на этом месте без парковки. А потом уже штраф идёт. Около 100 долларов. Ну как и ещё успели. За минуту буквально. Убрали чемодан, багаж и всё, багажник. Кто это мне приготовил? Подарок здесь? Кто это приготовил? Ты что ли? Нет. Николя? Лера говорит, смотри в кармашки, смотри в кармашки. Смотри в подарок. Ты думаешь, что это там лежит, да? Ну чё? Ты довольна? Чё? Сколько месяцев прошло? Два месяца, да? Так я уже сюда вернулась. Ага. Я же говорю, я даже часы не успела перевезти. Я когда домой прилетела, часы оставила в ящике и думаю, как-нибудь на московское время переведу, буду носить. Так и не перевела и её не пришлось. Сюда прилетела опять из корейского времени. Могла бы и не уезжать уже. Да. Мама и твои часы. Твои часы? Ааа. Понятно. Ты моя хлебопечку привезла? Хлебопечку привезла, да. Без проблем? Без проблем. Ну, в принципе, я ожидала, что у меня могут спросить, зачем вы везёте, но никто не спросил. А так хотелось, да, что спросили? Но я бы ответила. Когда багаж сдавала, я спросила, можно хлебопечку перевозить? Они сказали, а почему нет? Ну я, ну окей. Ну и всё. Всё. Сегодня же будет новый свежий хлеб. Хлеб будешь кушать? Хлеб? А? Самый настоящий домашний хлеб. Да, один хлеб и всё. Мы уже приехали и решили заехать в магазин, купим что-нибудь вкусненького и покушаем дома. Сушилку вы уже отдали, да? Да. На балконе. Да. Мам, поверьте, что вкусно? Всё. Мы дома. Наконец-то. Как хорошо стало у вас. Уютненько. Теперь у нас есть занавески. У нас есть занавески, где мама стирает. что ещё немного тебя догонит и ты в них выходи из дома. Ага. Очень смешно. Да. Это, кстати, вот что мы купили в магазине. Это мой нальмён. Но, правда, здесь всего лишь две порции. Мы не стали брать больше, потому что я такое что-то не хочу. Ники захотела. Она любит такое, вместо серное. Они здесь столько так уплетали. Это грибочки. Коля взял на подливу или что-то будет готовить. И кунжутное масло. Маленький бутылёк. У нас закончилось кунжутное масло, которое мы брали как-то давно. И решили взять вот такой маленький бутылёк. Так же Коля сегодня будет готовить кимпап. Взял вот такую. Как это называется? У меня нациновка я называю. Но как-то по-другому же назывался. Ты помнишь? Когда мы работали, как назывался-то? Ну, там по эпоху тоже не знаю. Ну, скажи, это твой запах. Макису. Макису? Макису называется. Вот. Макису. Макису вспомнил, да? Ранее вообще Макису, по-моему. А, Макису. Но мы говорили Макису, помнишь? Да. Коля потихоньку накрутил кимпап. Для него это вообще не сложно, потому что он очень долго работал суши-поваром и очень красиво умеет крутить роллы. К нам еще приехала наша тетя и привезла к гостинице. Это клубника уже, видимо, стала появляться. Сейчас помоем. Как интересно, в Корее клубника зимой появляется. Да. Только сезон начинается. И чикин. Булочки. А здесь? Да. Булочки. И Лерочки-мармеладки. А это что здесь? А это какое-то корейское угощение, короче. Краба, ты сказала, да, здесь? Да. Анчоусы. Запах, конечно, этот. Должно быть очень вкусно. Чеснок соленый. Крабики, чеснок соленый и анчоусы. Но такой Лера любит? Моллюски. А? Да. Лера такой любит, а я люблю крабов. Помнишь? Да. Глотку разодрать. Лерочка, тебе не хватает твоей подружки, да? Если бы она тоже приехала, то было бы тебе интереснее. Кто там пердил? Вот такой Ким Пап, Коля разрезал. Но немножко рвется Ким, но ничего страшного. Из-за того, что Ким неправильно. Можно еще раз Ким специально для Ким Памы взять. И вот такой мульный мед приготовил. Ну, это все готово, и там просто очень легко приготовиться. Мы уже снимали такое видео, готовим дома. Так что, будем кушать! Ну что, наступил момент, когда я буду избавляться от вот этих ногтей. Видите, последний маникюр, он продержался ровно полтора месяца. Ну да, шесть недель я с ним проходила. Вот этот лак, он серый был изначально, но почему-то потом он где-то через неделю позеленел. И да, будем избавляться. Попрощаемся. Личный мастер прилетел. Пока-пока! Закончили мы маникюр. Сделали вот такую нежную нежнятинку. Градиент, амбре. И это серый градиент. Очень такой нежный, красивый. Я сменила форму. Ну, точнее, Ники мне сменила. Это овальная, медалевидная, да? Ну, а вам миндель средняя. Да. Так красиво смотрится. Угу. Да. Очень нежно. Классика. Что сказать? Почти, что ньют. Ньют. Френчи. Лерочка уже ложится спать. Сегодня у нее выходной. Завтра тоже выходной. Вероня. Ты не спишь? У-у-у. А что наушники с собой взяла? Ты меня разбудила. Да? Серьезно? Ну ладно. Я пойду тогда. Тихий час у меня будет. Ты с Вероней будешь спать? Угу. Ты знаешь? У меня будет тихий час. Тихий час. Все, давай. Спокойной ночи. Позоверю, однако, еще и все наушники. Дочь, попрощайся с ребятами. Пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Ники снова оккупировала Лерин стол. Теперь это ее. Она здесь монтировала раньше. Очень удобный, кстати. И когда Ники уехала, только Лера писала, за ним занималась. А я пару раз посидела всего лишь. Ну и то. Ну это логично, потому что Лерин стол. Да. У меня-то свой есть. Просто мне мои уже тоже не нравятся. Что-то, ничего там не помещается. Я же тебе сходила. Ну да. Тот Баулерин стал. Помнят все, смотри. Ники работает, сидит. Ну, как сказать. Не работает, а просто за компом сидит. Что-то там делает. Подумаешь, монтирует. Подумаешь, обложки делает. Сегодня был очень насыщенный день. Мы встретили Ники, встались сегодня пораньше. Ну, я вроде бы проснулась пораньше. Потом что-то снова уснула. Не выспалась. И проснулась, голова болела. Ну, видимо, два года. Сегодня туман был какой-то непонятный. И вот встретили Ники. Потом приехали. Загрузила стирку. Убралась. И вот мы делали ногти. Кстати, мы сегодня допоздна делали. Просто тетя тоже сегодня делала ногти. И вот так вот мы задержались. Ну, хорошо провели время. Поужинали. Тетя сварила кушать еще. Я просто не стала это снимать. На сториз показала. А то слишком много еды получается. И получилось бы так, как будто мы только делали, что ели там. Сначала был обед, потом тут же ужин. Но на самом деле там было много времени. Просто ногти делали. Также смотрели там телевизор. Еще что-то там. Дорамы обсуждали. Какие там актеры вспоминали. Тех, кто нравился. Осты слушали. Короче, интересно было. Я еще хотела поставить хлеб. Но вспомнила, что нужно сначала разобраться с ней. Я уже не помню, как там что настраивать. Это нужно время, чтобы снова ознакомиться. Хотя я раньше пекла хлеб на такой хлебопечке. Только она была белого цвета. Но все-таки прошло время. И сейчас уже поздно. Поэтому решила завтра все это сделать. А на утро, правда, хлеба нет. Ну ладно, придется купить в магазине. Ну и плюс чашу, наверное, надо помыть, да? Обязательно. По-любому надо помыть и этим заняться. Я еще сейчас посуду мыла. Целая гора у нас вышла. Только освободилась. Сегодня у нас с Колей годовщина. Ну, если можно так сказать. Мы, правда, никогда это не отмечаем, эту дату. Сегодня ровно шесть лет. Это как мы зарегистрировали брак. Ну, а если вам понравилось мое видео, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем пока-пока. Что? Коль, ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня? Да. Сейчас посмотрим. Ты не знаешь? Сегодня шестнадцатый число. Шестнадцатого ноября. Да. Суббота. Да. Что это за день? Вспомни. Шестнадцатого ноября. Не вспомнишь, да? Не помню. Значит, вот так вот. Такая вот у тебя память. Хорошо. Я это запомнила. Ну, дай подсказку, пожалуйста. Ну, как я тебе дам подсказку, если такая дата, это важная, знаменательная? Как здесь дам тебе подсказку? Ты должен знать это по умолчанию. Шестнадцатого ноября? Не знаю. Ты связана с нами, Эмина? Ну, подсказка тебе, да, связана с нами. С тобой, со мной. Что же может быть шестнадцатого ноября? А, шестнадцатого ноября мы зарегистрировали свой брат. Только когда я тебе все сказала уже тогда, когда я отказала. Нет, почему ты мне ничего не подсказывала? Так и знала я. Поздравляю тебя. Иди отсюда подсказку.